Здравствуйте! Вы смотрите экономические новости от компании Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Настроения трейдеров по фунту, сформировавшиеся в последний день прошлой торговой недели, сохранились и в течение всей вчерашней сессии. Два дня подряд валютная пара фунт-доллар теряет ранее отвоеванные позиции. Котировка опустилась к отметке в 1,59,65 США за 1 фунт стерлингов. Если в пятницу к нисходящему движению подтолкнули неожиданно позитивные данные с американского рынка занятости, то уже в понедельник направление тренда подтвердилось ожиданиями публикации квартального отчета от Банка Англии по инфляции, который, скорее всего, продемонстрирует пессимистичные данные. Широкой аудиторией ожидается, что завтра глава Банка Англии Марк Карни повысит прогнозы по темпам роста потребительских цен в Соединенном Королевстве, а уже сегодня, буквально через несколько минут станет известно о фактическом значении инфляции за октябрь. По прогнозам, годовой показатель все-таки замедлится до желаемых 2,5%. Напомним, что высокий уровень инфляции и повышенный уровень безработицы не позволяют Банку Англии пойти на ужесточение и повысить процентную ставку, а также препятствовать сокращению объемов стимулирующих программ. Будьте в курсе новостей вместе с компанией ИнстаФорекс и хорошего вам торгового дня!